Всем привет! Это мой блог, который называется Мой 2022 год. И сегодня я ведущий церемонии закладки капсулы времени и первого куба бетона нового жилого комплекса МОД в Мариной Роще. Здесь котлован и совсем скоро здесь появятся небоскребы от компании КМР Групп. Поэтому постараюсь вам показать, как все проходит, как выглядит объект сейчас, потому что уже сегодня, по сути дела, все это станет историей. И когда-нибудь по этим записям люди будут смотреть и вспоминать, как это было. Итак, поехали! Так выглядит котлован сверху и я сейчас буду по этой дороге спускаться на его самое дно, где сейчас установлен шатер для приветственного фуршета. И вот, я вижу, здесь идет где-то вот эта, наверное, инсталляция сцены, хотя еще толком непонятно, но увидим. Здравствуйте! Да, трудно поверить, но это так. Именно таким образом строятся все объекты. Сегодня котлован, а уже совсем скоро небоскребы и жилье премиум класса. А, вон сцена, где мод написано. Все, увидел место работы своей сегодняшней. Вышел из шатра, там идут финальные приготовления, вообще везде идут финальные приготовления. Очень красивая инсталляция сегодня, фотозона. Мод это, я не помню, говорил или нет в своем выпуске, это значит модерн, сокращение от модерн. А сегодня вот такие подарочки будут нашим гостям. Также церемония начнется с освящения. Священник, отец Андрей, проведет традиционно этот обряд. Освящение объекта на строительство. Хороший солнечный день, первый день весны. 2022 параллельно идет стройка. На объектах МР-групп, она всегда идет очень быстро. В общем, все, что получится, покажем, может, какие-то фрагменты. Хотя сложно снимать, когда ты ведущий мероприятия. Готовится церемония. И здесь я хочу показать, вот как выглядит обращение к потомкам. Будущие поколения, что состоялось. Церемония. Обращаемся к следующим потомкам. Верим в лучший мир. Москва стала лучшим городом. И вот сюда, вот смотрите, как интересно трансформируется сегодня моя сцена. Сюда вот будет бросаться капсула. Слушай, она пролезет в эту дырочку? Да, должна пролезть в эту дырочку. Два блогера встретились, модно. А вот сюда будет заливаться бетона первый. Здорово. Что еще показать надо? А, вот она капсула сама. Вот так она выглядит. Перчатки, мастерки фирменные. И мастерки, класс. Главное кредо этого движения 20 века заключается в создании новой архитектуры, соответствующей духу современности и требованиям сегодняшнего дня. Комплекс станет настоящим открытием для тех, кому важен высокий уровень комфорта жизни в большом городе. В жилом комплексе премиум класса гармонично сочетается эстетика, функциональность и высокий уровень сервиса. Комплекс состоит из двух клубных девятиэтажных домов и трех разноэтажных башен высотой от 44 до 55 этажей. Время сейчас очень сложное. Сейчас многие вещи разрушаются, к которым мы привыкли, которые мы любим. Это факт. И мы когда планировали это мероприятие, конечно, мы не предполагали, что мы в такое тревожное время встретимся с вами. Но я призываю всех быть оптимистами. Я считаю, что мы все переживем, мы все переборем. Вот у нас все будет хорошо. Проходит заливка первого куба бетона. Участвует вся проектная команда. И совсем скоро каждый из нас сможет присоединиться и внести свою лепту строительства ЖК МОТОР. Как говорится, на трибунах становится тихо. Мероприятие завершено. И напоследок я решил показать общий план. Будущий ЖК МОТОР, где сегодня был залит первый куб бетона. Заложена капсула времени, обращение к потомкам. Уверен, что здесь все будет хорошо. Четвертый проезд Мариной Рощи. ЖК МОТОР. Дальше, если вы смотрите мой ролик только для того, чтобы увидеть ЖК МОТОР, я его больше показывать не буду. Здесь можно от меня отключиться. Но можно, конечно, лайк поставить, если вам понравилось. Говорят, что лайки на Ютубе имеют животворящую силу. Я просто продолжу вести свой блог, рассказывать о том, как проходит моя жизнь. Потому что и самому будет приятно вспомнить в будущем. Детям посмотреть и каким-то моим подписчикам. И маме, конечно. Мама у меня тоже смотрит все мои выпуски. Самый благодарный подписчик ставит лайки и пишет мне комментарии. Машенька, привет! Вышла вот в Кузьминский парк погулять. Первый день ясный. Уже весной пахнет, конечно, это еще не весна. Но уже солнышко. Уже что-то тает. Все будет хорошо, мой родной. В жизни много было всяких передряг, сынок. Уж мы с тобой сколько пережили. Все-все будет хорошо, вот увидишь. Я тебя очень люблю. Маленький приветик от мамы. На самом деле, если вернуться к теме ЖК МО, то я, опять же, не имею цели перед собой делать какую-то рекламу. Я просто ведущий, который попадает на проект МР Групп уже с конца где-то 2014 года. Я открывал практически все объекты. Порядка 90, наверное, 5%. То есть все, что есть в Москве, даже в Подмосковье, это я открывал и не закрывал. Меня просто приглашают как ведущего. Я все это наблюдаю, вижу, что проблем нету, что все объекты работают очень быстро и успешно строятся. Поэтому мои видео, конечно, на тему новых объектов от МР Групп имеют определенный резонанс. И достаточно большое количество просмотров на YouTube. Поэтому, конечно, если люди либо выбирают квартиру, либо уже купили и смотрят, а что там, то им, конечно, это интересно. И что смотреть на меня надо? Смотреть на то, как идет стройка. Но вообще, я заметил интересный такой фактор. Я сам живу в ЖК Царицыно. И когда шла там стройка, я это все фотографировал. А сейчас там уже огромные жилые комплексы. Мы уже много лет там живем. И лично мне интересно посмотреть, какой был котлован. Раньше тут там ничего не было. Там сначала все там снесли, зачистили. Вот эта земля огромная, гора. У нас даже есть такая фотография в один из новых годов каких-то. Там 2012, по-моему, или 2013. Мы с женой приехали, сфотографировались на фоне этой горы, что здесь когда-нибудь будет наш дом. То есть со временем это обретает определенную ценность. Но люди как-то теряют привязку к понятию там родной дом, место. Сейчас вместо родного дома появляется понятие недвижимость. И люди, даже если покупают квартиру, им да, приятно, интересно жить в этом месте. Но они где-то подспудно думают, что вот я накоплю денег, там заработаю. И куплю себе более крутую квартиру, съеду отсюда. И поэтому для людей, как правило, сейчас, наверное, для основной массы вообще не имеет ценности. Что здесь было, какой был котлован, чего там строили. Поэтому, тем не менее, я надеюсь, что кому-то это будет все интересно. Я сейчас не так много роликов выкладываю. Во-первых, не хочется мусорить, как я часто говорю на ютубе. Но уже я этого сделал немало. Сейчас очень тяжелая ситуация в мире, в России, на Украине. И на эту тему тоже как-то не хочется особо много и долго говорить. Потому что самые разные мнения, разные позиции. Когда ты находишься здесь, а не там, сложно кого-то в чем-то обвинять. И делать какие-то выводы. Потому что сейчас вообще все, кто были в интернете вирусологами, вдруг резко стали политологами. Сразу все знают, как на самом деле. Одно могу сказать, что любые новости, любую информацию, любые вбросы, их надо, конечно, проверять. И это очень просто делается. Даже банально сейчас очень много сервисов. Мне там присылают фотографию российских военнопленных. Меня она кажется подозрительным. Я беру и ввожу в Яндекс.Картинки. Поиск по Яндекс.Картинкам. И вижу, что эта фотография была загружена там в интернет уже 5 лет тому назад. И это вообще не об этом. Но, к сожалению, раскачивают лодку со всех сторон. Естественно, есть проблема, есть война. Люди гибнуты на той стороне и на нашей стороне. Ни один нормальный человек не будет поддерживать войну, гибель людей. Но сейчас вот есть то, что есть. И как-то не хочется на эту тему очень долго говорить. Это грустно. Это такое состояние некой депрессии, как и, наверное, у любого нормального человека от происходящего. Хочется мира, благополучия. Я надеюсь, что все-таки... Ну, раз уж мы живем на этой земле, мы должны оставаться оптимистами. Должны верить в наше общее светлое будущее. И, конечно, дай бог, чтобы у всех народов все было хорошо и благополучно. Вот такая она весна. Первый день весны 2022 года. Пусть эта весна будет все-таки для всех вас, кто смотрит мой блог, благополучный и позитивный, и крепкого здоровья вам и вашим близким. Спасибо, что находите время смотреть мой блог. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.